МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяна Вачукжанина. Здравствуйте! И смотрите сегодня. Новые возможности скорой помощи. Медицинские учреждения, перепрофилированные подковидные госпитали, начали возвращать к работе по обычному профилю. В больнице скорой помощи номер 2 открылось два новых отделения с современным оборудованием. Робот в регистратуре. Записаться к врачу теперь поможет робот Николай. Он работает на горячей линии. Возвращение биатлона. Кубок Багалейский мир после перерыва, вызванного пандемией, снова пройдет в обычном режиме. В нем примут участие около 600 юных биатлонистов со всей страны. А теперь об этих и других событиях более подробно. Проблемы инклюзивного образования и вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации обсудили депутат регионального парламента. В частности, Комитет Заксобрания по социальной политике предложил включить депутата в состав Общественного совета по развитию инклюзивного образования в Новосибирской области. Подробности далее. Региональная система инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья стала одной из тем очередного заседания Комитета Законодательного собрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. По официальным данным, ежегодно в системе среднего профессионального образования области инклюзивно обучается более 700 человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. По данным мониторинга, доля трудоустроенных выпускников 2020 года из числа инвалидов и лиц с ОВЗ составила более 72%. Наш регион по показателю развития системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ занимает второе место в стране. Мы говорим о том, что надо, чтобы было 90%. Мы говорим о том, что планка должна повышаться. Как это сделать? Мы создали сегодня по совместному такому решению с правительством Новосибирской области рабочую группу, куда вошли и слышали наши два депутата. Из нашего комитета, я думаю, войдут депутаты из комитета по новой образованию обязательно. Продолжает совершенствовать и работу по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Единственный сегодня был вопрос, остро стоял, чтобы мы смогли все протезы измерять, чтобы это проходило в лечебных комиссиях. Упрощение этого было. Депутаты намерены и в дальнейшем совместно с областными органами исполнительной власти работать над совершенствованием механизмов социальной защиты в нашем регионе. Невзирая на высокие достигнутые результаты, еще есть куда стремиться, отметил Игорь Гришунин. На номере 124, по которому можно записаться к врачу и на горячей ковид-линии 122 в качестве оператора колл-центра, уже некоторое время работает робот Николай. Александр Булдаков побывал в центре обработки данных в месте, где обитает искусственный интеллект и выяснил, как правильно с ним общаться. Добрый день. Вас приветствует Николай Единая регистратура Новосибирской области. Очень похоже, но это не человеческая речь. Это говорит машина. Зовут этот продукт нейронных сетей Николаем. Он же из густок искусственного интеллекта, созданный нашими специалистами. Обитает робот здесь, в этих серверах. Изначально тезку нашего города Новониколаевска, именно в честь него он получил имя, обучили отвечать на звонки, адресованные специалистам МФЦ. А в период пандемии робот начал подрабатывать оператором ковидной горячей линии, созданной на базе службы 112. Валовые обращения были в период прибытия самолетов, с мероприятия по обсервации, когда какие-то сложности были с размещением больных и так далее. В этот момент было принято решение по использованию технологии искусственного интеллекта для помощи операторам в ряде задач. Николай научился вначале отвечать на простые вопросы, а потом и на более сложные. Сейчас робот стал больше разбираться в некоторых областях медицины, говорят разработчики. Робот Николай сейчас у нас берет трубку первой, берет при звонках службу 122, это сейчас горячая линия выделена, и службу 124. Это запись на прием к врачу. И та конверсия, то есть то количество звонков, с которым он уже умеет нормально общаться, отвечать, записывать на прием к врачу, либо записывать на вызов на дом, ну, очень уже большое, по некоторым показателям больше 60-70%. Другими словами, это то количество звонков, с которыми Николай разбирается сам, а не переводит на оператора человека. Это ваш, можно сказать, домашний помощник, который вызывает голосовыми командами то, что вам нужно. Ему нужно правильно задавать вопросы, что он умеет у нас сейчас. Это вызвать врача на дом, записаться на прием, уточнить запись на прием, если вы забыли, допустим, дату и время, удалить вашу запись. То есть он может управлять полностью вашими записями, это карманный робот ваш. Неплохо справляется Николай с нестандартными задачами. К примеру, с распознаванием неразборчивой речи, которую даже человек понять-то не может. Из перспектив по использованию интеллектуального робота Николая в Новосибирской области в обозримом будущем видится внедрение его справочной службы ЖКХ и социальной защиты. Но главное, он сможет консультировать по вопросам использования единого портала госуслуг, в котором многим гражданам с человеческим интеллектом разобраться совсем непросто. Несмотря на то, что санитарный режим на всей территории региона продолжает действовать, больных коронавирусной инфекцией становится меньше. Это позволяет перепрофилированным для борьбы с пандемией больницам возвращаться к своей обычной работе. В марте настала очередь второй скорой. Как выглядит после реконструкции одной из ее отделений, сейчас покажем. Во время пика пандемии многие лечебные учреждения региона стали работать в качестве ковидных госпиталей, в том числе и городская клиническая больница скорой помощи номер 2. Ее сотрудники оказали медицинскую помощь более чем 2,5 тысячам больным коронавирусной инфекцией. Теперь здесь будут бороться с обычными заболеваниями, зачастую не менее опасными. Лечить инсульты и острые коронарные синдромы смогут в новых отделениях, оборудованных по нацпроекту здравоохранения. Были открыты два новых отделения, совсем новых, с новыми заведующими, с новым штатом, с новыми старшими сестрами, со всей инфраструктурой. Под этот проект были отремонтированы около 3 тысяч квадратных метров помещений. Поставлены были новый газификатор, который снабжает кислородом. Он, кстати, нам очень пригодился во время ковида. Сейчас в течение 10-15 минут здесь, на первом этаже, могут провести любую диагностику, связанную с неотложным состоянием. Здесь есть лаборатория, новый томограф, рентген и звуковая диагностика. Сегодня мы с вами находимся как раз в первичном сосудистом отделении, которое в течение этих двух лет получило все необходимое оборудование для реализации данного проекта. То есть меняется концепция поступления пациента, логистика пациента внутри отделения, определение тактики лечения. И самое для нас главное – это скорость оказания медицинской помощи и принятия решений. Ко всему спектру современного оборудования, которое больница получила в рамках реализации национального проекта, добавились и современные реабилитационные тренажеры. С их помощью люди, перенесшие инсульт, быстро восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. Раньше с пациентами занимались только лечебной физкультурой. Здесь у нас есть аппаратура для разработки как верхних и нижних конечностей, для функции ходьбы, биологические обратные связи. То есть это очень важный компонент. Хорошо, что больным, поступающим в эти отделения, смогут оказывать помощь на более современном уровне. Однако в инфекционных отделениях региона, по данным оперативного штаба, на утро 11 марта, с диагнозом COVID или с подозрением на него, находится 1175 человек. Выявлено 97 новых случаев этого заболевания. Шесть человек скончалось. Поэтому санитарный режим в городе продолжает действовать, и необходимость ношения масок в общественных местах и на транспорте отменят по всему, видимо, еще не скоро. Создание городской комфортной среды интересует каждого жителя мегаполиса. В Новосибирске 11 территорий, которые считаются парками культуры и отдыха. Для их сохранения и улучшения был создан специальный комитет. О том, какие изменения ожидают городские парки и скверы в 2021 году, расскажем далее. В 2014 году родилась идея создания специального комитета, который бы занимался сохранением и развитием городских парков. Премьером стал Московский парк культуры и отдыха имени Горького. В Новосибирске ситуация с парками была далеко не идеальна. Каждый директор решал, что и посадить, что вырубить, какой аттракцион и киоск будет размещен. Сейчас же создана Единая дирекция управления городскими парками, которая создала концепцию развития городской парковой системы. С помощью специалистов, волонтеров и активных горожан были проведены исследования всех городских скверов и парков. И результатом этих исследований стало создание научной работы, которая называется «Зеленый Новосибирск». Могу сказать, что для нас это гордость, потому что такая концепция развития города, развитие зеленого каркаса города являлась одной из основных для нас стратегий. Действительно, всеми зелеными городскими насаждениями надо заниматься систематически. Для этого и создается Единая дирекция парков. Парков много. Развивать в рамках федеральных проектов у нас получается по одному парку в год, не более. Но каждый парк требует постоянного внимания и вкладов в каждый год во внешний вид, в размещение, в то, что нужно сейчас людям в парках. По словам представителей дирекции, общие задачи в первую очередь заключаются в финансировании, контроле в работе аттракционов, проведении культурно-досуговых мероприятий. В парках остаются начальники отделов, которые будут следить за содержанием территории парка. В самой дирекции создается блок специалистов, отвечающих за соблюдение всех нормативов, а также отделы по закупкам и финансовой деятельности. Парки старые и запущенные, поэтому особое внимание будет уделено ландшафтному дизайну. Наряду с наведением порядка в старых парках будет заложен и новый. Рядом с многофункциональной ледовой ареной у нас строится новый парк, парк спортивный, который будет, соответственно, частью большого рекреационного кластера, включающийся в себя вот этот новый строящийся парк, большой массив городских лесов общей площадью 135 гектар и парк Бугринская роща и Бугринский пляж. Таким образом, уже в недалеком будущем мы сможем оценить работу новой структуры и увидеть, насколько наши парки будут соответствовать предъявленным к ним современным требованиям и насколько сами горожане смогут поддерживать в них порядок. Зимний сезон у нас заканчивается, а вот биатлонный только начинается. В воскресенье 14 марта в Новосибирске в девятый раз стартует финальный этап всероссийских соревнований среди юных биатлонистов Кубок Анны Багалий «Ски-Мир». О том, как будут проходить соревнования, расскажет наш корреспондент. Первый Кубок Анны Багалий прошел в 2014 году. Только один раз. В прошлом году не состоялись старты из-за пандемии и установленных по этой причине ограничений. Но сейчас проводить турнир уже можно. В этот раз мы ждем участников из 31 региона Российской Федерации. И совсем не случайно именно вот этот девятый финал соберет более 600 юных спортсменов, которые будут доказывать свое превосходство на нашем биатлонном комплексе. Напомним, что Кубок Анны Багалий – это как взрослые международные соревнования по биатлону, только в масштабах страны и участники помоложе от 10 лет. И, конечно же, некоторые ограничения будут и в этот раз. К примеру, из программы убрали все массовые мероприятия в помещениях, так как на улице безопаснее. Мы не будем что-то там затягивать, будем максимально быстро их и проводить цветочную церемонию награждения и сразу же награждать медалями. То есть, если вас пугает цифра 30 регионов и 600 детей, нужно понимать, что не будет 600 детей сразу в одном месте. В каких-то группах у нас там 150-160 ребят, они отстартовались, мы их провели цветочную церемонию, ребята разбежались. К тому же все участники соревнований должны быть протестированы на ковид и знакомы с антидопинговыми правилами. И вообще, по задумке организаторов Кубка, главное в этих соревнованиях даже не стремление к победе, а мотивация участников на каждодневную правильную работу, то есть тренировку спортсмена-биатлониста. Когда ребенка что-то, знаете, мотивирует каждый день выходить и делать себя лучше, то мы добьемся той цели, потому что чемпионами станут единицы, а вот чтобы они у нас были здоровыми, правильно настроенными, правильно ориентированными, любящими нашу страну, понимающие правильные ценности, в том числе уважающие тренера, правильную борьбу, вот это все самое главное. Мы пытаемся в них настроить их на это. И будет гораздо проще это сделать после реконструкции Новосибирского биатлонного комплекса. Построенный в 1992 году, он не в состоянии с комфортом принимать такое количество участников, какое собирается на Кубке Анны Багалей. Сам комплекс, конечно, он сегодня требует реконструкции, чтобы довести его до самых современных международных норм. Поэтому 2021 год будет тот год, когда мы сделаем полноценный современный проект, повторюсь, международного уровня. И далее, имея проект на руках, будем в первую очередь, конечно же, пытаться согласовать федеральное сфинансирование. Ну а пока соревнования будут проходить в условиях существующего спортивного комплекса. Напомним, что 14 марта в Новосибирске стартует финальный этап всероссийских соревнований среди юных биатлонистов Кубок Анны Багалей с Кемир. Продлится он почти неделю. Торжественное закрытие турнира запланировано на 19 марта. Ограничений по зрителям не предусмотрено. Новосибирцы готовятся к масленице. Сейчас проходит традиционная масленичная неделя, во время которой принято печь блины и ходить в гости. Однако многие традиции ушли в прошлое, и даже бабушки и дедушки с трудом вспоминают стародавние обычаи. Как в музее живой старины под Новосибирском стараются возродить уже ушедшие сибирские обряды и традиции, и почему современные дети с удовольствием играют в игры столетней давности, узнал Василий Акимов. Село Алексеевка возле Толмачева, пожалуй, ничем не отличалось от других деревень рядом с Новосибирском. Однако с появлением здесь музея живой истории Алексеевская Слобода стала достаточно популярным туристическим местом. Это, пожалуй, единственное место в области, где можно почти полностью погрузиться в атмосферу прошлого и узнать, как жили крестьяне лет сто назад. Дети в течение нескольких часов, от четырех до целых суток у нас бывает и на сутки приезжают, погружаются в мир крестьянской избы, в мир крестьянского быта. Мы их переодеваем в русские костюмы, в избе, естественно. Девочки готовят сами пищу, печитку на ткацком станке, да. Мальчики занимаются мужской работой во дворе. В этой избе находится настоящая сокровищница предметов быта, одежды, кухонной и хозяйственной утвари, а также игрушек сибирских крестьян 18-19 века. Здесь все как в стародавние времена – русская печка, лавки, глиняная посуда, самовар на углях и самотканные дорожки. И, конечно же, здесь любят отмечать традиционные русские праздники, такие, как Масленичная неделя. Гостей мы радуем играми веселыми, песнями весенними, блинами сладкими, да забавами русскими. Сотрудники музея говорят, что к ним приезжают и семьями, и поодиночке. А на этой неделе каждый день по четыре школьных экскурсии. Причем ребятишки здесь не скучают, как можно было бы ожидать от поколения, воспитанных на гаджетах. Оказывается, традиционные игры способны увлечь мальчишек и девчонок не меньше, чем самая крутая компьютерная игра. Готовы? Начали! Опа! Есть! Следующий! В нашей волшебной избе дети забывают про телефоны, компьютеры и интернет. Здесь есть живое общение, живые игры, что им очень близко и дорого. Они просто немножко об этом забыли. А мы им напоминаем. Делятся здесь и некоторыми давними традициями встречи масленицы, которые утеряны в наше время. Например, в дне широкой масленицы молодежь должна ходить по домам, играя на бубнах, балалайках и рожках, а также распевая колядки. Ну, конечно же, должно быть много игр, хороводов и веселья. Есть и более простые в реализации обычаи. В воскресный день нужно съесть столько блинов, чтобы нитка, которую мы завязываем, на поясе лопнула, и такие нитки мы у нас завязываем. Приобщиться к русским традициям здесь можно не только в преддверии масленицы. Практически весь год проходят различные мероприятия, погружающие гостей в быт и традиции русского народа. К слову, даже узоры здесь выполнены в традиционном для Сибири стиле. Обещаю, что дальше будет еще интереснее. Появится купеческий дом, кузница, мастерская по изготовлению традиционных леденцов и многое другое. Правда, со сроками полной ясности пока нет. Здесь все держится на энтузиастах. А вот с финансированием иногда возникают трудности, ведь весь этот проект – общественная инициатива, живущая на собственные средства. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Далее в эфире прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!